Цена подарок, готовый пакет документов, высокая прибыль. Владельцы небольших сетей АЗС готовы продать свое топливное детище за 3,2 миллиона 800 тысяч рублей. Резкий рост цен на бензин поставил под угрозу существования мелких заправочных станций в крае, от которых теперь спешат избавиться. Если мы качественное топливо хотим покупать, цена на качественное топливо очень высокая и конкурировать невозможно, потому что продают топливо качественное, те же Роснефть и Газпром. А если брать в таких небольших нефтебазах, там по АТУ идет уже топливо, там качество никто не гарантирует. В Независимом топливном союзе сообщает, что из-за убытков может исчезнуть 15 тысяч заправочных станций по всей России. Без работы могут остаться более 300 тысяч человек. В нашем некоммерческом партнерстве убеждены, что такое положение дел стало возможным по двум причинам. Первое связано с недобросовестными действиями вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые напоминают картельный сговор на рынке нефтепродуктов. Сегодня в авангарде российского топливного бизнеса Роснефть, Газпромнефтьгаз, Лукойл и Сургутнефтьгаз. Они популярны среди автомобилистов, которых не пугает риск закрытия небольших АЗС. Изначально это была топливная карта, но когда в дальнейшем, то мне понравился сервис обслуживания и топливо, меня все устраивает. Там скидки есть, я заправляюсь на одной заправке, естественно у меня идут скидки. Сегодня на краевых АЗС топливо подешевело на 15 копеек. Впрочем, такая разница стала заметна после того, как сначала оно подорожало на пару рублей. В среднем 92-й продают за 40 рублей 35 копеек за литр, 95-й за 42 рубля 17 копеек за литр. И это самый позитивный показатель по Сибири. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости.